МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я всегда, где не работала, я работала с удовольствием. Как только это удовольствие уходило, уходила с этим удовольствием и я. Вы не представляете, как мне приятно заниматься благотворительностью. Не знаем, какое первое впечатление складывается у вас, телезрителей, после этих фраз. Наша съемочная группа может поделиться лишь своим. Галина Мильникова – личность, известная не только в Гомельской области, но и во всей Беларуси. Ранимая и сильная, увлеченная и целеустремленная. Любит жизнь и всегда знает, чего хочет. Она всей душой привязана к месту, в котором родилась, и благодарна Богу за возможность помогать другим. Она – главный редактор Жлобинской районной газеты «Новый день», депутат Гомельского областного совета депутатов, председатель районной организации Белорусского союза женщин. А с недавних пор имя Галины Мельниковой вписано в книгу-летопись премии Гомельского областполкома «Человек года». Гоноровое звание «Человек года» у номинации «Лидер» от Рымала Галина Владимировна Мельникова, главный редактор Жлобинской газеты «Новый день», старшиня районной организации «Белорусский союз женщин». Что сыграло решающую роль в формировании лидерского характера Галины Мельниковой? Чем руководствуется эта женщина, принимая важные решения в своей жизни? Чем дорожит и к чему стремится? Об этом далее в программе. Галина Мельникова родилась на Жлобинщине в маленьком поселке Эрт в семье рабочих. Среди трех сестер и брата она была младшей. Любимица отца проводила с ним много времени и, несмотря на то, что папа рано ушел из жизни, успела впитать в себя все то лучшее, что он мог ей дать. Всегда был вот этот большой ухоженный дом. В доме всегда было чисто. Во дворе все постройки были просто педантично хорошо сделаны. У нас отец был лидером. Он был такой сильный человек. Он был сильный хозяйственник. Так было угодно судьбе, что когда наша героиня училась в седьмом классе, ведение хозяйства и воспитание детей ее маме пришлось взять исключительно на свои хрупкие женские плечи. А это значит, что ее первыми помощниками стали дети. Мама у меня была трудяшка. Мама постоянно и много работала. Рано вставала. Мы все много работали. Было много хозяйства. Коровы, свиньи, гуси, утки. Я это все помню. А еще наша героиня хорошо помнит свою активную школьную жизнь, когда у нее, холерика по темпераменту, была возможность самореализации. Это сейчас ее родная щедринская школа насчитывает меньше сотни учеников, а во времена учебы Галины Мельниковой только два выпускных класса посещали сто учащихся. Так что поле деятельности лидера Мельниковой было большим. Ее одноклассник Василий Щура, ныне учитель местной школы, хорошо помнит, какой была одноклассница Галя Мельникова. Она была впереди всех в классе в нас. Была умной, симпатичной девушкой, маленького роста, белокурая. Свой человек был в классе. Она всегда имела подход, продружиться и с мальчиками, могла обращаться и с девушонками, и разницы не было. Активной была комсомольским вожаком. У нас в классе всегда помогала классным руководителям. Хорошо, когда в школе на первых порах твоего становления замечают вот эти лидерские качества и их потом поддерживают. Тебе дают возможность быть лидером, и ты не потеряешься в гуще у всех учащихся. Мне повезло. После окончания школы Галина Мельникова поступила в Могилевский библиотечный техникум. Годы учебы были единственным периодом в жизни, когда наша героиня покидала пределы родной жлобничины на длительное время. Техникум она закончила с отличием. Потом был Минский университет культуры и 15 лет работы в библиотечной системе родного района. Когда я работала в библиотеке, я уже тогда занималась районными мероприятиями. Заметили, работавший тогда Владимир Константинович Ерофеев, он предложил мне перейти в горосполком. Так я оказалась в госуправлении. Предложили мне отдел, он тогда назывался «По информированию населения и связи с общественностью». Позже, после объединения горосполкома и райисполкома, Галина Мельникова возглавила идеологическую службу Жлобинского райисполкома. И снова наша героиня захотела учиться. В 43 года поступила в Академию при президенте. Через два года учебы ее выпуск стал первым выпуском «Идеологов в Беларуси». В должности идеологического лидера района Галина Мельникова проработала 10 лет, сплотив вокруг себя хорошую команду. Далее нашу героиню ждало место главного редактора районной газеты. Когда я пришла в газету, мне самое главное – новое поле деятельности. Для меня новизна – это по всей моей жизни. Спокойствие – это не для меня. В момент прихода Галины Мельниковой в редакцию газета не имела своего помещения. Сегодня жлобинские газетчики работают в комфортных условиях, имея свое помещение. Из 16 полоски издание превратилось в 32-полосную газету. Тираж вырос из 6 тысяч до 8 с половиной. Газета стала выходить в полноцветной печати. Значительно омолодился коллектив. Как известно, кадры решают все, особенно когда есть четкое представление о направлении движения. У меня, кстати, по жизни я ставлю себе цели. Как правило, это краткосрочные цели, и к ним иду. Но я не возьмусь за дело, пока я не вижу на выходе картинку красивую. Если я увидела, чего я хочу, все, я охотно берусь за это дело. Ну вот так постепенно, постепенно мы меняли газету. Шагать с ней в ногу в современном мире очень удобно, очень легко, потому что она человек современный. В принципе, она в теме, как говорится. Коллектив у нас достаточно такой сплоченный, организованный. Если вот нужна какая-то помощь, кому-то обратиться, ну, всегда окажут помощь. Неоднократно коллектив «Нового дня» становился победителем областных и республиканских конкурсов СМИ. Сегодня редакция газеты готовится зарегистрировать сетевое издание. Галина Мельникова – руководитель, который всегда рядом с людьми. Наша героиня – постоянный гость в трудовых коллективах района по долгу обязанностей, возложенных на нее как на главного редактора газеты, председателя районной организации Белорусского союза «Женщин», которую, к слову, Галина Мельникова возглавляет более 20 лет, депутата областного совета депутатов, а в прошлом еще и члена Совета Республики и депутата районного совета депутатов. То, что приходят люди постоянно, обращаются – это хорошо, но когда ты идешь на рынок, например, или в какой-то магазин, и с тобой здоровается, кто-то поблагодарит, что ты помог, кто-то задачу очередную или вопрос повесит на тебя, или проблему какую-то, вот, то в очередях где-то, ты все равно ведешь, высказываешь свою позицию уже как главного редактора. Даже то, что ты просто гражданин, ну, забудь пока, что ты просто гражданин. Наверное, просто как гражданин тебя пока не воспринимают. А еще Галина Мельникова довольна, что ее коллектив не останавливается только на профессиональной деятельности. Все вместе они занимаются благотворительностью. За те годы, что «Новый день помогает людям», сумма спонсорской помощи составила более 350 тысяч рублей. Вот уже шесть лет подряд коллектив газеты участвует в поощрении золотых медалистов. В 2017 году по инициативе Галины Мельниковой был начат социальный проект «Народная стройка». В его основу был положен капитальный ремонт детской поликлиники. Сегодня полностью отремонтирован третий этаж. На базе третьего этажа открыт центр раннего вмешательства, который оказывает специализированную медицинскую помощь детям с особенностями психофизического развития. Отремонтированы холлы, врачебные кабинеты. И сегодня мы вам показали, что уже завершен ремонт правого крыла второго этажа детской поликлиники. Хочу отметить, что пациенты, которые попадают в такие условия, они будут пребывать, я считаю, в хорошем настроении. И делают комплимент нам, нашей поликлинике, что у вас стало очень красиво, очень свежо, что приятно привезти сюда ребенка. Не получилось бы, если бы нас не поддержали наши читатели, если бы нас не поддержали наши рекламодатели. Мы неоднократно коллектив нашей газеты обращается и к подписчикам, и всем тем, кто размещает рекламу на страницах нашей газеты. И 5% от всей выручки, которая поступает в наше издание, мы выделяем на ремонт детской поликлиники. Это порядка 30 тысяч в год. Наша героиня вносит большой вклад в ремонт и улучшение материально-технической базы родной Щедринской школы. Галина Владимировна оказывает, будем так говорить, колоссальную материальную помощь для нашего учреждения. То есть за последние три года, по скромным подсчетам, выделено более 25 тысяч белорусских рублей. Родная земля подарила Галине Владимировне много позитивных моментов, радостных встреч и теплых воспоминаний. Здесь же она повстречала и своего супруга Валентина Ивановича. Вместе они уже почти 40 лет. И, конечно, их отдушина – это родительский дом в Эрде. Галина Владимировна свято чтит наказ своей мамы, которая просила сохранить жизнь в семейном гнезде. Вот это то место, которое действительно дает мне жизненные силы. Клубничка у нас, грядки, на грядках все. У меня цветы, все по планам, все запланировано. Вот на эти выходные у меня посадка тюльпанов. Мы с мужем стараемся где какое деревце посадить, яблоньки, грушку. Я сегодня люблю делать все то, что делала моя мама. Сюда с удовольствием приезжает моя дочь с зятем из России. Здесь любит бывать моя внучка. Она приезжает, как будто бы она отсюда не уезжала. Любимая, а внучка тем более любимая. Так что мы ждем всегда с нетерпением. Здесь им и качеля, бассейн, и батут. Приезжает, напрыгается, нагуляется вот так. Люди, когда выросли в маленьких населенных пунктах, они лучше слышат, и они больше видят, говорю, актеры. А они, самое главное, они чувствительны, они лучше чувствуют. Вот эта суета их не отвлекала. Из этих наблюдений Галины Мельниковой напрашивается вывод, что, возможно, именно эти преимущества жизни на хуторе позволяют ей чувствовать каждую ситуацию, слышать других людей, видеть их проблемы. Ну а об отличительной черте характера нашей героини как нельзя лучше, сказал ее супруг. Честность и напористость. Если сказала что-то, я это сделаю. Она свое слово всегда держит. Ну вот так, ну, хозяйка, конечно, хорошая. Я спорю нету. Вот такая она, жизнь когда-то простой хуторянки, а сегодня видного общественного деятеля, депутата, благотворителя, Человека года Гомельской области Галины Владимировны Мельниковой. Она полна жизненных сил, энергии, и впереди у нее еще много дел.